Всем привет, и сегодня мы посмотрим на интересную многофункциональную зарядку Toolkit RC M8. Помимо самой зарядки для различных видов аккумуляторов, эта зарядка включает в себя еще батаре-чекер, ваттметр, тестер серомашинок и регуляторов с двигателями, тестер приемников и полетников, и также лабораторный блок питания. То есть такой достаточно большой набор инструментов мы получаем в таком небольшом компактном корпусе, и всего за 40 долларов. В принципе по акции эту зарядку можно взять где-то за 35 долларов. Но сама зарядка сделана достаточно качественно, приятный такой дизайн, и приятно эта зарядка лежит в руках. Вот для сравнения размеров зарядка iMax B6 AC со встроенным блоком питания, и она по сравнению с этой зарядкой кажется просто огромной. Здесь мы имеем вход XT60 для постоянного тока, напряжение которого должно быть от 7 до 30 вольт. Здесь пишет написано 10, на самом деле зарядка может питаться и от 7. Рядом же здесь находятся кулеры, которые включаются на 50% мощности при достижении температуры зарядкой 40 градусов, и при большей температуре где-то от 50 градусов они врубаются на 100%. Ну а на 50% мощность эти кулеры работают достаточно шумно, особенно поначалу это кажется, но со временем привыкаешь и уже этот шум не замечаешь. При 100% они орут очень-очень громко. Ну в принципе при зарядке 4 баночек аккумуляторов для гоночного кодрокоптера, током 1С, то есть 1,5 А, эта зарядка врубает кулеры только на 50%. Ну а при зарядке вот таких маленьких аккумуляторов, эта зарядка вообще кулеры не включает. Поэтому если вы заряжаете такие небольшие аккумуляторы, кулер вам проблем не создаст. Но если вы будете заряжать какие-то здоровые аккумуляторы, и у вас будет кулер врубаться на 100%, конечно у вас уже будет дискомфорт от таких громких звуков. Ну все это расплата за вот такой вот компактный легкий пластиковый корпус. Эта зарядка конечно рассеивает все тепло с помощью своего огромного тяжелого металлического корпуса, но этой зарядке приходится рассеивать тепло с помощью своих кулеров. Ну с этой стороны у нас находится вход для аккумуляторов, силовой и балансировочный. Здесь смарт-порт и вход USB. Ну сама зарядка управляется с помощью колесика и двух кнопок OK и EXIT. Ну кстати если придираться к конструкции этой зарядки, то можно придраться к этому вот колесику, потому что она сделана как-то хлипковато. И если вы кидаете заряд куда-то в сумку, там в портфеле, без всякого чехла, то колесико может что-то сцепиться там и выломаться. Будет очень неприятно. Идеально если бы они это колесико сделали как на Таранисе QX7. То есть оно здесь такое достаточно массивное, тоже нажимается вот так вот. И его выломать никак невозможно. Ну здесь вот сделано вот такое вот окромление вокруг этого колесика, поэтому здесь такой щели под ним, как здесь нет. Ну зарядка вставляется в такой вот коробочке, в которой кроме самой зарядки, инструкции и вот такого вот проводка для обновления прошивки ничего нет. Поэтому нужно еще и позаботиться о питании зарядки, то есть о блоке питания. Я взял на Бангуде самый дешевый, где-то за 6 долларов. Разработан и печатал на него вот такой вот корпус на 3D принтере. Вот так вот он открывается. Вот сам этот блок питания. Припаял к нему здесь вилку к этим контактам. И припаял этот вот силовой провод XT60, соблюдая полярность. Этот блок питания у нас на 50 Ватт, ну для зарядки вот этих аккумуляторов. Его с головой хватает, он в принципе не очень сильно греется. Ну если посчитать по мощности, то этим блоком питания эти 4-х баночные аккумуляторы могут заряжать током почти до 3 А. То есть для этого аккумулятора током 2С. Ну поэтому смотрите, если вы используете какие-то большие аккумуляторы, то конечно берите блок питания помощнее. Эта зарядка может заряжать мощностью 300 Ватт и током 15 А. Но если посчитать пределы этой зарядки, то 300 Ватт делим на 15 А, получаем 20 В. То есть мы можем заряжать 5-х баночные аккумуляторы током 15 А. Это будет для этой зарядки предел. Ну в принципе мне этого блока питания хватает за глаза. Максимум, что я заряжаю, это 4-х баночные аккумуляторы током 1,5 А. То есть это мощность 25 Ватт. Ссылку на чертежи для печати этого корпуса я оставлю в описании. Ну а теперь давайте уже перейдем к функционалу этой зарядки. Ну я для питания этой зарядки буду использовать такой вот внешний аккумулятор, чтобы здесь было поменьше проводов. Ну главное, у меня зарядки представляют из себя таких 4 поля. Зарядка самих аккумуляторов, измерения, выходы и настройки самой зарядки. Давайте начнем как раз с настройки самой зарядки. Первый пункт, это у нас минимальное входное напряжение. Я поставил самое минимальное, 7 Вольт. Потому что при работе блока питания его напряжение при нагрузке начинает падать. И у вас зарядка начнетывать ошибку. То, что у вас напряжение на входе меньше, установлено вот здесь вот. Поэтому, чтобы таких ошибок не было никогда, я здесь поставил самое минимальное, 7 Вольт. Ну здесь мы можем выставить мощность нашего блока питания. В моем случае 50 Ватт. Здесь у нас какие-то безопасные температуры, наверное, при которых заряд остановится, зарядка будет охлаждаться. Ну я, честно, не разбирался. Время зарядки максимально 300 минут. Но это я все поставил по дефолт, как здесь стоял, ничего не менял. Итак, следующее у нас режим разряда. Разряда интерного. Это у нас когда вся энергия, которая уделяется при разряде аккумулятора, будет уделяться в тепло. И то есть рассеивается с помощью там резисторов и кулеров. Но режим рецикл это когда у нас вся эта энергия будет уделяться и уходить на вход нашей зарядки. То есть в данном случае на аккумулятор. Если же вы используете блок питания, то, конечно, рецикл ни в коем случае стать не надо. Ставим только Internal. Ну и поэтому я вообще не меняю, я ставлю так, как было. Дальше у нас идет S-Bus Value. Это выбор шкалы. Ну, всем привычный. Вот это первая, которая стоит по дефолту. Которая известна всем по iNaut, Betafly и другим каким-то конфигураторам. То есть это от 1000 до 2000 микросекунд. Вот это как бы шкала уже какая-то другая. Я, честно, ее раньше нигде не видел, поэтому оставляем вот эту первую. Дальше идет подсветка. Ну, мне поприятнее на пятерке. Дальше идет контраст. Можем выбрать как белый текст на черном фоне. Также можем выбрать черный текст на белом фоне. Ну, мне поприятнее на четверке здесь поставить. Дальше идет пищалка. Ну, я полностью отключил. Ненавижу, когда какие-то устройства там пищат, создают какой-то неприятный звуковой фон. Здесь можем выбрать время, после которого при бездействии светозарядка начнет пищать и моргать. Ну, я поставил 5 минут. Дальше Hub Support для какой-то там функции, пока еще не очень известной. Дальше идет скорость колесика. Можно вставить Slow, Normal и Fast. Но если выставить Fast и Normal, то при нажатии это колесико прокручивается. И можем выбрать то, что вы хотели бы. В режиме Slow, то есть в самом медленном, это колесико не прокручивается. Таких проблем нет при нажатии. Дальше язык. И можем сбросить все настройки. Сейчас у меня стоит прошивка 1.22. Самый последний на данный момент. Обновление прошивки происходит очень просто. Подключаем эту зарядку с помощью USB-шнурка компьютера. Она должна определиться как флешка. Никакого питания подавать не надо. Дальше скачиваем с официального сайта Toolkit-Rossi самую последнюю прошивку для этой зарядки. Дальше в этих скачанных файлах должен быть файл, установка, нажимаем на нее и зарядка сама обновится после запуска этого файла. Все, и у вас на зарядке установлена самая последняя прошивка. Ну что-то все с настройками этой зарядки разобрались и разобрались с прошивкой. Теперь можем встретить уже все ее функции. Первая, самая главная функция это зарядка аккумуляторов. Здесь есть таких вот 5 слотов, я их так вот здесь настроил. Под 1, 2, 3, 4-х баночные аккумуляторы. Также помимо лип-аккумуляторов мы можем заряжать еще литий-HV, литий-эферомы, литий-ионные аккумуляторы, никел-металл-гидридные аккумуляторы, свинцовые и все. То есть выбор как и на обычных танких таймаксах. Итак, дальше можем выбрать напряжение, которое у нас будет на банках аккумулятора после зарядки. Можем выбрать количество банок, ток заряда, ток разряда. Перевести режим в режим хранения, сторонш, режим дисчардж-разрядка и режим чардж-зарядка. Как запускать зарядку, думаю, показывать не стоит, просто выбираем нужный режим и запускаем. Ну в данном случае у меня аккумулятор не подключен, поэтому он выдает такую-то ошибку. Так, идем дальше, переходим в режим измерения. И здесь у нас таких вот 5 полей. Ну первые 3 поля здесь, это тестирование приемников с протоколами ПВМ, ППМ и СБАС. Ну первый протокол ПВМ, это самый обычный, вот такой вот, со многим количеством каналов на приемнике. Ну думаю, хорошо, такие приемники знакомы с самолетчиком. Ну давайте, для примера, проверим рабоспособность вот такого вот приемника. Так, запускаем. Я тут уже все подключил таким вот образом к этому смарт-порту. Вот выбрал вот такой вот канал. Аппаратуру я включил, вот так вот я ее двигаю. И вот так вот здесь меняется значение. Такие вот здесь можно проводить измерения. Ну дальше тут протоколы ППМ и СБАС. Они уже включаются к этому смарт-порту с помощью трех проводов. И можем уже и здесь видеть сразу все каналы. Вот так вот. Ну думаю, показывать, как эти протоколы работают, целого смысла не стоит, тратить на это время. Тоже честно, у меня таких ситуаций не было. Чтоб не нужно было проверить рабоспособность приемника. Ну возможно, вот такие функции понадобятся. И эта зарядка такие функции предоставляет. Ну дальше у нас идет режим Battery Checker, который мы можем измерить. Напряжение на каждой банке аккумулятора. И можем построить сопротивление на каждой банке. Так, нажимаем тест. Ну и получаем вот такое вот сопротивление на каждой банке. В принципе, очень-очень еще хороший аккумулятор. Ну то, что мерил на своих аккумуляторов для гонладшего гонокоптера, могу сказать так. Так, сопротивление до 10 миллионов очень хорошо. У вас еще аккумулятор свежий. При сопротивлении где-то от 10 до 20 миллионов. Это уже аккумулятор так себе. Уже начинаются просадки. Но при сопротивлении уже где-то от 20, даже от 25 миллионов. Аккумулятор уже очень сильно просаживается. И летать на нем уже достаточно сложно на гоночном гонокоптере. Ну а на самолетных аккумуляторах даже с очень большим внутренним сопротивлением летать, в принципе, можно. И эти просадки особенно так незаметны, как это заметно на гоночном гонокоптере. Давайте вот еще измерим внутреннее сопротивление на таком достаточно стареньком потрепанном аккумуляторе. Котором я летал очень-очень много. Ну как видим, здесь такое сопротивление 30 миллионов на каждой банке, что очень-очень много. И на гонокоптере на таком аккумуляторе уже летать практически невозможно. Ну вот режим батареи чекер не обязательно заходить через меню. Можно просто воткнуть в выключенную зарядку балансировочный разъем и силовой разъем. И зарядка автоматически запустит этот режим батареи чекер. Ну и последний режим в этой вкладке измерений. Это у нас проверка работоспособности регулятора с двигателем. Ну и еще можем его назвать ваттметр заодно. Потому что он здесь может показывать потребляемую мощность и ток. Ну, подключаем регулятор с двигателем таким вот образом. Так, запускаем. И подаем газ. Вот так двигатель у нас начинает крутиться. И, как видим, здесь показано потребляемую мощность и ток. И выходное напряжение. Почему-то он выдает здесь 16 вольт. То есть это 4 банки. Скорее всего он выдает напряжение, которое у нас подается на входе. И при таком напряжении этот двигатель не может сгореть. Поэтому давайте-ка я лучше выключу здесь все. На 4 банки от двигателя не рассчитан. Но также в этом режиме можно еще откалибровать регулятор. Для этого выставляем вот здесь вот уровень газа 100%. У нас же больше может. Ну, давайте 110 поставлю. И все, нажимаем старт. И у нас регулятор откалибровался. Это нужно обязательно делать при получении нового регулятора. Сейчас, как видите, с помощью этого режима мы можем проверить не только работоспособность двигателя с регулятором, а еще проверить потребляемую мощность, ток. И также еще можем откалибровать регулятор. Ну да, зарядка может выдать максимум 15 А. Итак, со вкладкой измерения закончили. Теперь переходим в последнюю вкладку выходы. И здесь мы видим вот таких вот 4 поля. Итак, первый режим ПВМ это обычный серво-тестер. Подключаем серву-машинку в этот смарт-порт. И здесь мы можем выбрать положение серву-машинки. Ну, 1500 мкс это центральное положение серву-машинки. То есть, если серву-машинку только получили, вам нужно взять центр серву-машинки, чтобы одеть качалочку. И вот с помощью вот этого режима можно эту середину здесь выставить. Также можем выставить здесь частоту, если вдруг надо кому. Ну, я оставлю дефолта. Также здесь есть режим мануал. То есть, можем сами вот тут выставлять серву-машинку в нужное положение. Также есть автоматический режим. Побыстрее, еще быстрее. И все. Вот такой вот сервотестер в этой зарядке. Но, как по мне, лучше сервотестеры купить вот такой вот. Буквально за пару долларов он легче, компактнее и быстрее запускается. Ну, в принципе, у кого такого сервотестера нет, то можно использовать сервотестеры в этой зарядке. Итак, это у нас был протокол ПВМ. Теперь у нас остались протоколы ППМ и СБАС. Ну, и с помощью этих двух режимов можем проверять работоспособность полетников. То есть, подключаемся с помощью этого смарт-порта к полетнику по ППМ или по СБАС. Заходим сюда и можем тут у меня есть значение каких-нибудь каналов. Вот так вот. Таким вот образом. Можем еще проверить, будет ли сработан фэлл сейф. Вот так вот. Ну, честно, не знаю, зачем эти режимы нужны. Честно, у меня таких ситуаций не было, что мне эти режимы понадобились. Но, возможно, какой-то понадобится. И эта зарядка эти режимы предоставляет. Ну, и последний здесь режим, достаточно полезный, это лабораторный блок питания. Так, заходим сюда. Можем выставить здесь нужное напряжение, нужный ток и запустить это все дело. Ну, лабораторный блок питания можно использовать при первом запуске свежесобранного квадрокоптера, если вы сомневаетесь в пайке. То есть, для этого нужно использовать такой вот пебелек. Папа-папа. Так, вставляем один сюда и один вставляем в квадрокоптер. Ну, я выставлю напряжение 12,6 в том числе три банки. И выставлю ток минимальный, 1 ампер. Все. Нажимаем старт. Видим, квадрокоптер у нас запустился. Все, выключу, а то у меня аппаратура не включена, он будет здесь пищать очень громко. Если у вас вдруг на квадрокоптере что-то там спаяно неправильное, нарушенная переблюзовка, то этот блок питания вам может спасти часть электроники. То, что есть у вас какой-то там начнет выходить в строй компоненты, то у вас начнет расти ток, а напряжение будет падать. Из-за чего у вас сгорит там не вся электроника, а какая-то ее часть, которая была неправильно спаяна. Поэтому, если вы там вдруг сомневаетесь в пайке, как вы там все собрали, то запускайте с помощью блока питания вашего квадрокоптера с ограничением тока. Это вам может спасти часть электроники, если у вас там что-то неправильно сделано. В общем, достаточно полезная вещь, лабораторный блок питания, много где может пригодиться в хозяйстве. Но если вы будете собирать лабораторный блок питания, например, с таким же функционалом, как здесь, то у вас получится стоимость, ну, чуть подешевле, чем вот эта зарядка. Поэтому зарядку стоит брать, как минимум, из-за того, что у нее есть такая функция лабораторного блока питания. Кстати, по поводу точности измерения напряжения и силы тока, все достаточно неплохо, если сравнивать с другими зарядками, и если все это мерить мультиметром. Погрешность, конечно же, здесь есть, но она не очень большая и не критичная. Ну и также в этом режиме лабораторного блока питания есть всяческие преднастройки для зарядки аккумуляторов для Mavic, Phantom и Inspire. Ну, думаю, кому-то будет полезно. Вот что все, все полезные функции этой зарядки построили достаточно подробно, а именно саму зарядку аккумуляторов, battery checker, ваттметр, тестер серомашинок и регулятор с двигателями и блок питания. Не построили только подробно тестер приемников и полетников. Как говорил ранее, не знаю, зачем эти функции могут понадобиться, но если вдруг кому-то понадобится, эта зарядка это умеет делать. В общем, вот такая сегодня была достаточно интересная многофункциональная зарядка Toolkit RC M8 мощностью 300 Вт, которая имеет такой достаточно большой набор всяческих инструментов в таком вот компактном, легком, приятном на ощупь, приятном дизайном корпусе. И все это за достаточно небольшую стоимость, 40 долларов в акции, эту зарядку можно взять даже за 35. Вот что зарядка могу советовать, и поэтому ссылку на нее, на блок питания, который используется в этой зарядке, на чертежи для печати на 3D принтере вот этого вот корпуса оставлю в описании. Всем спасибо за внимание, удачи вам полета, вступайте в группу ВК, там все новости и множество моделей. Всем пока!